Русские новости Русские новости Русские новости Русские новости Получилось так. Три текста были направлены по разным адресам или прошли по разным каналам. Текст депутата Государственной Думы попал сначала в Генеральную прокуратуру, а потом в прокуратуру Московской области, где, собственно, были претензии к этой самой прокуратуре Московской области. Ну, естественно, у нас генеральный прокурор Чайка, у него такие принципы, он такой указ выпустил, совершенно противозаконный, что если ниже стоящая прокуратура не принимала решения, тогда мы туда спускаем любое обращение в Генеральную прокуратуру. Ну, есть еще закон о порядке рассмотрения обращений граждан, и вот этот закон требует ни в коем случае не направлять тому, на кого поступает жалоба или какие-то претензии предъявляются, эти заявления граждан. Ну, вот обращение депутата тут же отправили в областную прокуратуру. Оттуда пришел первый текст. Второй текст был направлен непосредственно депутатам областной думы в областную прокуратуру. Там второй текст был составлен и отправлен этому депутату. И третий текст был направлен от гражданина в Генеральную прокуратуру, оттуда снова был спущен в областную, и пришел ответ. Так вот, три ответа по разным каналам, абсолютно идентичные, подписаны причем разными людьми, разными руководителями разных подразделений. Они все одинаковые, все абсолютно одинаковые. То есть такое впечатление, что три подразделения не то, что не работают. У них на самом деле есть только люди, которые подписывают. Ну, просто в разное время по разному каналу пришли какие-то заявления, и есть стандартный ответ. Вот этот стандартный ответ, там только изменили, там дату, какие-то фамилии вставили, и три идентичных ответа отправлены. Поэтому никакой разницы нет. Пишите вы куда-то заявление, или депутат пишет. Разницы никакой нет, поверьте. То есть депутат Государственной Думы на сегодняшний день это просто придурок с удостоверением. Больше ничего. Депутатский запрос не имеет никакого статуса. Если вы посмотрите в закон о статусе депутата Государственной Думы и члена Совета Федерации, там ничего об этом не сказано. Никак не выделен депутатский запрос в сравнении с обращением гражданина. Но и как обращение гражданина он тоже не рассматривается, поскольку на него не распространяется вот тот самый закон о порядке рассмотрения обращений граждан, о котором я говорил. Поэтому заявление, которое написал депутат, вообще бесстатусное. Раньше как-то было уважение, какое-то уважение к депутату. Сейчас все знают, что это марионетки, петрушки такие. В общем, их дело сидеть в Думе и выполнять роль высокооплачиваемой политической проститутки. Поэтому зачем отвечать на какие-то вопросы, конструктивно реагировать на что-то? Этого не будет. Поэтому если вы рассчитываете, что вы сейчас изберете хорошего человека, и он придет в Государственную Думу и начнет хотя бы по вашим делам что-то делать, но это абсолютно бесперспективно. Никакой деятельностью депутат Государственной Думы заниматься не будет. По вашим делам он ходатайствовать может попробовать, но у него не выйдет ничего. Вы сами можете написать, никакого результата не будет. Он может написать, ну хоть напишите в спортлото, хоть генеральному прокурору, разницы не будет никакой. А почему? Ну потому что мы живем, можно сказать, в психдоме таком, где ни правды, ни справедливости, ни закона, одно только воровство сплошное. И генеральная прокуратура, и вообще вся инфраструктура государственной власти, она так себя называет, хотя бы уже государства нет, обслуживают интересы только варья. Ваши интересы там не будут представлены никак, даже если вы изберете, вот что-то произойдет, и вы изберете честного человека. Но на самом деле вы и не изберете. Электоральная поддержка на уровне избранного депутата, ну 10-15% в самом лучшем случае. То есть за депутата, которого избрали в одномандатном округе, проголосует ничтожное количество избирателей. А как все остальные должны к нему относиться? Вот раньше были, вот как-то на заре так называемой демократии, были двухтуровые выборы. Там вот в 90-м году, например, были два тура. Во втором туре, да, получал, конечно, не большинство голосов избирателей, избранный депутат, но это хотя бы была электоральная поддержка процентов 30. Еще процентов 30 не приходили, еще процентов 30 голосовали за каких-то других кандидатов. Ну вот там 30-35%, вот была электоральная поддержка. Сейчас 10-15%. То есть депутат не представляет никого, если он даже избирается, как мне кажется, по-честному. То есть в избирательном округе, то есть идет к избирателям и склоняет их свою поддержку, рассказывает, какой он хороший, привлекая там всю свою биографию, все свое ораторское искусство, средства пропаганды и так далее. Допустим, что это честный человек, у которого действительно достойная биография, который способен что-то делать в Государственной Думе. Вот то, что касается интересов граждан, он делать не сможет. Хорошо, давайте представим себе, что речь идет о том, чтобы он занимался законодательством. Он же обладает статусом, то есть избранный депутат может писать законы, вносить их в Государственную Думу. А сможет ли он это сделать? Ну, во-первых, он ничего не сможет, если он не войдет в какую-нибудь фракцию. То есть вы выбираете вроде как беспартийного человека, потому что любая партия на сегодняшний день, которая участвует в выборах, это просто соучащение в преступлении, в партизации выборов, которых в нашей Конституции нет. Но, тем не менее, представим себе, что выбрали беспартийного депутата, которого решительно не хочет в никаких партиях состоять. И у него один выход – это идти в какую-нибудь фракцию. И отвечать за все мерзости этой фракции, ну, допустим, он не пойдет ни в какую фракцию. Это, по моему опыту, выборов 2003 года, это тоже были одномандатные депутаты со статусом депутата, которые избраны в округах, избраны гражданами. Практически все они распределились по фракциям, и лишь небольшая часть, там где-то 10-15 человек, были так называемые независимые. Ну, во-первых, на пленарных заседаниях этим людям слова просто не дают, потому что высказываться позволяет только представителям фракции. От этой фракции, от этой – это в лучшем случае, скажем, 4 фракции, 4 выступления по законопроекту, и на этом все. То есть обсуждений никаких нет. И шанс получить слово на обсуждении – это только принадлежать к фракции. И еще внутри фракции добиться того, что именно тебя, сделать представителем фракции по данному вопросу, ты выступишь и выскажешь свое мнение. Если ты не представитель фракции, ты слова не получишь, но с вероятностью 99%. Хорошо. Вот хочет получить депутат слово по обсуждению какой-то проблемы, и он пытается использовать свое право законодательной инициативы. То есть он пишет какой-то законопроект, пытается его внести, и выйти на трибуну и рассказать о проблеме через представление некоего законопроекта. Но даже речь идет не о том, чтобы, может быть, принят законопроект. Потому что депутат, который действует не от имени фракции, не имеет никакого шанса даже толком представить свой законопроект, потому что он выступит только один, а против него выступят все остальные, или даже, скорее всего, просто не будут выступать. Как происходит по закону, как должно происходить по закону обсуждение тех же самых законов. У нас нет закона о законе, то есть что такое закон, никто на самом деле не знает. Есть некая юридическая техника, это такая абстракция, что это значит, никто не знает. Что такое закон, в нашем законодательстве не сказано. Законом является все то, что подкрепили своим решением депутаты Государственной Думы, одобрили член Совета Федерации и подписал президент Российской Федерации. Вот это называется законом. Там может быть написано полная чушь. Там может быть, например, теоретически, может быть закон из одной статьи, или вообще без статей, или вообще абракадабра какая-нибудь написана на любом языке. Все это будет считаться законом, если вот три процедуры пройдут. Ну, допустим, этого абсурда не бывает, хотя абсурдных законов полно. Рекорд, который ставит нынешняя Государственная Дума, она перекрывает предшествующие Думы. Там 100-150 законов за одно заседание принимается. Раньше, вот мой период, 2003-2007 год, это 60-70 законов за заседание. Естественно, никто ничего не обсуждает. Это быстро, это на потоке. Скорее, скорее, скорее. И работаем до глубокой ночи, лишь бы вот все то, что там в списочке кто-то принес, там сверху подложил, сказал, вот это все надо принять. Все, естественно, все это принимают. Ну, а то, что отклоняют, это вообще секунды какие-то. Ну, вот и как все-таки складывается законотворческий или законодательный процесс в Государственной Думе? Есть субъекты законодательной инициативы. Вот есть депутат индивидуально. Он не обладает никакими правами в Государственной Думе. И есть регламент Государственной Думы, который абсолютно противозаконный, противоконституционный, потому что он ущемляет депутата. Избран ли он по партийным спискам или избран в одномандатном округе, разницы никакой нет, он ущемлен до такой степени, что ему нельзя работать и нельзя вносить какой-либо законопроект. Ну, вы просто будете отнимать время у всех и у себя. То есть будете таким дурачком местным, которого, ну, и отношение к которому будет именно такое у всех остальных. Ну, что ты вот ничего не сделал, внес законопроект, просто только нам мешаешь и все. Но можно ли как-то затеяться так, чтобы все-таки что-то было осмысленное? Как субъект законодательной инициативы вот депутат какую-то проблему нашел, он пытается написать законопроект. Дальше что? Вот он какой-то текст составил. Он может составить квалифицированный текст. Во-первых, у нас нет таких специалистов среди депутатов просто. Нет такой специальности по созданию законодательства, по законопроектам. Есть люди, которые сидят в Думе, в каких-то закулисных структурах, которые все это могут обсуждать, обдумывать, а специальности такой нет. То есть нигде не готовятся. Депутаты избирают, а он же не знает, что делать. Он не может подготовить квалифицированный законопроект. Есть ли в Государственной Думе структуры, которые могли бы помочь непрофессионалу? У нас сейчас лезут депутаты, какие-то артистки, гимнастки, какие-то борцы всех стилей и так далее. Они готовы к законодательному процессу? Нет, абсолютно не готовы. Ну, может быть, кто-нибудь их там быстренько как-то поднатаскает. Нет, таких структур нет. Обучающих структур для депутата, разумеется, нет. И быть не может, да и некогда. Он вот только пришел и сразу принимай законы. Если даже у тебя какие-то идеи есть, то куда ты пойдешь? Ты пойдешь только к листу бумаги или к компьютеру, чтобы попытаться оформить, как-то вот посмотреть, как вообще законы, что они из себя представляют. Вот и по аналогии что-то такое состряпать. Ну, это надо иметь еще голову на плечах и желание что-то сделать. У подавляющего большинства тех, кто сейчас баллотируется, ведь нет никакого желания заниматься законодательством. Они никогда и не занимались, ничего не предлагали. Ну, за исключением тех, кто был раньше в Государственной Думе и им поручали чего-то такое представить. Но явно они не свои законопроекты представляли. Так что делать? Вот в Государственной Думе никто не будет помогать депутату как-то сформулировать свои идеи на языке закона. Может, конечно, депутат обратиться куда-нибудь. У меня были такие попытки. Вот обратиться в одно учреждение научное, в другое, это государственное учреждение. Там говорили, вы знаете, у нас нет бюджета на то, чтобы готовить отзывы по вашим идеям и как-то вам помогать. Ну, нету, нету. Значит, это направление тоже закрыто, если только не появятся какие-то энтузиасты, которые действительно будут помогать. Ну, вот у нас был такой опыт, когда мы обратились в Институт истории, и там нам действительно подготовили хорошую справку, и потом мы переписывались и обсуждали эти вопросы, связанные с памятными датами русской истории. Какие именно нужно отобрать, и вот какие обязательные, какие необязательные. Вот выбрать самый-самый-самый институт. Историки нам помогли в этом деле, и очень основательно мы тогда подготовили законопроект, естественно, его провалили. Ну, кто же будет за него голосовать, если этот законопроект исходит от оппозиционного депутата, и еще даже не от оппозиционной фракции, которая к тому времени уже, можно сказать, развалилась, и как фракция не работала. Не получится. То есть не получится. Квалифицированный законопроект у депутата может, конечно, возникнуть, но если он потратит на это огромное количество времени, если он пройдет все вот эти вот разочарования, когда будет пытаться где-то выяснить, а как, собственно, ему законопроект создать. Он может обратиться. Хорошо. Ему не удалось быть вне фракции. Он вошел в какую-то фракцию, пошел к специалистам фракции, с ними попытался что-то. Во-первых, он будет говорить, слушайте, мы и так загружены, у нас полно от фракции, всяких вещей, которые нам надо готовить, каждому заседанию, это постоянная работа, но некогда нам работать с отдельным депутатом, мы работаем с руководством фракции. Идите к руководству фракции. Руководство фракции может посмотреть, подумать, согласовать, может быть, если этот законопроект вообще ничего не стоит, то, наверное, с ним может быть кто-то поработает, или выбросит в мусорную корзину, или сделают приятную мину, скажут, да-да-да, мы тут поставим, в очередь обязательно рассмотрим, но пройдут годы. Вот, скажем, последний созыв прошла пятилетка. Я представляю себе судьбу депутата за эти пять лет, даже если, я не знаю таких, но даже если это был честный человек, он пытался что-то сделать. Ну, во-первых, пусть расскажет, пусть расскажет. Я вот написал несколько книг о своей деятельности в Государственной Думе, в том числе и о своих законодательных инициативах, как там внутри вот эти все мерзости происходят, как блокируют законопроекты. Ну, мне удалось и высококвалифицированную команду создать из своих помощников, добровольных помощников, и штатных помощников, и мы сделали множество законопроектов. Помимо, кстати, фракции, фракция Родина, вроде бы там должен быть какое-то бурление. Ну, там работали специалисты, во-первых, низкой квалификации, и работали исключительно на руководство фракции. Вот наша команда, наша команда сработала, мы выпустили несколько проектов и пытались их провести, хотя бы, чтобы мы их с трибуны могли огласить как некие идеи. Некоторые дошли до трибуны. Ну, во-первых, создали законопроект, дальше мы его запускаем. Каким образом? Есть некие обязательные процедуры, которые, конечно, нарушают Конституцию. Ну, например, вы не можете внести законопроект без того, чтобы вам не был предоставлен официальный отзыв правительства. Но вместо отзыва вам, например, присылают заключение. Вы пытаетесь провести законопроект, чтобы он начал рассматриваться, вам говорят, знаете, отзыва нет. А как? Вот заключение есть. Нет, заключение – это заключение, а отзыв – это отзыв. Пусть будет отзыв. Вы снова направляете в правительство вам снова присылают заключение. Вот не присылают вам отзывы, что вы будете делать. Кричите караул. Вот именно так произошло. У меня с двумя законопроектами, которые готовились в течение года, это были фундаментальные законопроекты, по сотне страниц, серьезные вопросы, все отработано, там детали обдуманы и так далее. Вот таким просто, вот такая уловочка, которая фактически снимает независимость депутата как законодателя. Депутат оказывается не законодатель, он законодатель только с позволения правительственного начальства. Если ему не присылают официальное заключение или официальный отзыв, точнее присылают вместо отзыва что-то другое, то руководство Государственной Думы поставило дело так, значит у вас и нет законодательной инициативы, рассматриваться она не будет. Ее просто выбрасывают в очередной раз, а вы еще раз бегаете за правительственными чиновниками и требуете, чтобы вам написали официальное заключение или официальный отзыв, то есть то, что я сейчас тоже путаюсь, по моим представлениям, нет никакой разницы. Есть ответ на законопроект, любой, любой ответ означает, что в правительстве правительству предоставили это законопроект и предоставили возможность высказаться по нему. В какой форме это называется заключение или называется отзыв, неважно, отзыв тоже действенное заключение, заключение, это же, естественно, отзыву. Никакой разницы для нас нет. Но есть разница для внутри думской бюрократии. Если она не захочет пропустить, она не пропустит законопроект. Хорошо, есть уловка, когда правительственные чиновники просто в надлежащие сроки не присылают заключение. Может быть, тогда в этом случае можно пролезть сквозь эту процедуру, внедриться и что дальше? Дальше вроде бы смысл такой, что надо как-то отработать, может быть, с автором договориться о каких-то деталях. Должен комитет, профильный комитет, например, если это социальный вопрос, комитет по социальной политике. Если это касается конституционного законодательства, комитет по государственному строительству и конституционному законодательству. Если там международные вопросы, соответственно, международный комитет. То есть комитет должен рассмотреть, другие депутаты должны подключиться, обдумать это все. Потому что фракции – это за пределами законодательства. В законодательстве нет никаких фракций. У нас по Конституции не может быть в парламенте никаких фракций. Они существуют незаконно. Но они существуют. И только через них вы можете... Если не хотите, то фактически у вас не с кем обсуждать. Если вы не хотите предавать партийности своему законопроекту, то не с кем обсуждать. Вот Комитет Государственной Думы. Вроде бы его дело это обсуждение тех законодательных инициатив, которые поступают от депутатов. У нас субъекты законодательной инициативы еще и другие есть. Есть президент, есть правительство, есть законодательные органы субъектов федерации, которые могут присылать их. Комитет должен вроде бы обсуждать и готовить заключение. Не обсуждает. Готовит заключение. Кто вы думаете, депутаты что ли готовят заключение? Нет, клерк готовит заключение, а председатель комитета подписывает. И он или того, кого он попросит, выйдет от имени комитета на пленарном заседании и скажет, законопроект никуда не годится. Аргументов он может не приводить, потому что не требуется. Или может обычное дело, это ссылка на Конституцию. Этот законопроект противоречит такому-то пункту Конституции. Доказывать это не требуется. Не требуется, потому что правящая партия фактически дает сигнал, мы голосуем против, вот и все. Или мы голосуем за, ну это если они провели этот законопроект по линии начальства. И тогда автоматом все это делается. Тоже собственно заключение от комитета не нужно, потому что уже согласовано с начальством. Напишут там какие-то формальные вещи, там эксперты, которые в комитете работают, напишут там несколько абзацев и все. Позитивное заключение. От правительства тоже позитивное заключение. Раз они проголосовали, даже не думая, не обсуждается. В комитете не обсуждалось. Хорошо, может быть есть такой формат парламентские слушания. Вот вы как депутат, вы пришли, пытаетесь провести парламентские слушания. Вы думаете, вы проведете парламентские слушания? Да ни под каким видом. Во-первых, аппарат не будет на это работать. С какой стати? Вот если председатель комитета или там Совет Думы, тоже такой незаконный орган создан, Совет Думы, вот они решат, надо проводить парламентские слушания по подготовке законопроекта или по какой-то проблеме. Проводятся, проводятся, но тоже только с изволения начальства. Может какая-то фракция продавить парламентские слушания, но отдельный депутат не сможет, не сможет. Ему просто не дадут помещение. Просто не оповестят ни средства массовой информации, ни заинтересованных лиц, никого. Вы просто ничего не получите. Хотите обсуждать свой законопроект? Идите на улицу, за свой счет снимайте какой-нибудь зал, за свой счет нанимайте тех, кто будет обзванивать представителей СМИ или рассылать какие-то письма. В общем, вы не сможете сделать ничего для обсуждения своего законопроекта. Комитет обсуждать не будет. Парламентские слушания проводиться не будут. На заседании фракции, ну практика, если, извините, при подготовке к завтрашнему заседанию обсуждается позиция фракции по 70 вопросам, ну где вы будете докладывать, даже если вы член фракции, смысл своего законопроекта? Ну вам дадут 5 минут, никто не будет обсуждать. Будут говорить да или нет. И вам некогда будет ни описать свои доводы в пользу законопроекта, ни кому-то высказаться против, ни просто обдумать людям, которые впервые от вас услышат. А если вы попробуете, ну давайте изощряться, представим себе, а вы вот сейчас вот написали законопроект и взяли, размножили и по всем депутатам разнесли. Да некогда депутату этим заниматься, некогда и не к чему, потому что все знают, как проходит процедура. Ну не будут читать ваш законопроект, даже если представим себе, все депутаты прочли ваш законопроект, но есть мнение начальства и проголосуют не за ваш законопроект, а проголосуют против, за другой законопроект, но только не за ваш. Вы можете только подбросить какую-то идейку, ходить потом по кабинетам, обсуждать это, вот как хорошо было бы, и если начальство соизволит, а вы попробуете еще в эти кабинеты попасть. Вы думаете, депутата какой-нибудь министр принимает? У меня была практика, я требовал встречи с министром внутренних дел по безобразиям, которые творятся у него прямо под боком, его собственные подчиненные творят безобразие. Ничего не получилось, с генеральным прокурором ничего не получилось, ни с одним министром депутат встретиться не может, не может. Если только ему начальство не скажет, а какой его начальство? Президент, так вы до президента не доберетесь. Писать запросы президенту с какими-то требованиями, дело смехотворное. Много раз я, когда уже проходил все, вот все инстанции я прошел, украли миллиард долларов. Ну все, никто не реагирует. Обращаюсь к президенту, ноль эмоций. То есть вы их с точки зрения практики, которая сейчас отражена в том числе и в законодательстве, связанном со статусом депутата, с регламентом работы Государственной Думы, вы сталкиваетесь с тем, что депутат работать в Государственной Думе не может, даже если это абсолютно честный человек. Не может, не может. Его производительность, его попыток что-то сделать, ну связано скорее с какой-то вот случайностью, случайно как-то, какие-то конфликты существовали. И вот запрос как раз лег на сторону той группировки, которая побеждает в каком-то там закулисном столкновении. И тогда результат будет, и депутат подумает, ну надо же, вот я написал запрос, и по-моему запросу все состоялось. Реально это к запросу отношения не имеет. Никто не будет заниматься. Прокуратура не будет работать. Она будет отнекиваться всеми силами, будет имитировать, будет написано вот в ответе депутату, что проведена прокурорская проверка, никаких нарушений законодательства не обнаружено. Реально не будет никакой проверки. Никакой, уверяю вас. Мои попытки в свое время выяснить, а в чем состояла ваша прокурорская проверка, кто ее проводил, расскажите. Ни к чему не привела. То есть нету таких проверок, не проводят. Никто из тех, кто подписывает бумажки, вот эти фальшивые фактически бумаги из прокуратуры, все это под надзором господина Чайки, никогда не будет проводить никаких проверок, если начальство не скажет. Депутатский запрос не стоит ничего. Депутатская законодательная инициатива, о которой я только что сказал, тоже не стоит абсолютно ничего. Вы не сможете ни обсудить, ни доложить, вам дадут пять минут для того, чтобы вы быстренько с корговоркой что-то там с трибуны сказали. Не подготовить. Вы ничего не можете сделать, как законодатель. То есть фактически тот статус, который закреплен за депутатом в Конституции, попирается всеми остальными обстоятельствами, обстоятельствами законоприменительной практики и противозаконными решениями, которые приняты по поводу работы Государственной Думы. Если бы у руководства Государственной Думы были действительно толковые и честные люди, то они бы занялись тем, чтобы приняли бы поправки в закон о статусе депутата. Совершенно другие. Депутат неприкосновенен. Да прикосновенен. Вот показывали сейчас, как кто-то снял ролик, как в Крыму расправлялись с депутатом, который решил на улице провести встречу с избирателями за руки, за ноги. Просто как мешок картошки. Полиция, вот это совершенно уже обнаглевшие эти люди в погонах. Ну, обнаглевшие от безнаказанности. Никто из них не сидит в тюрьме за прикосновение к депутату. У меня такие тоже в моей депутатской практике, уже довольно отдаленные по времени, были тоже такие обстоятельства. Вы знаете, мы не нашли, кто там висел у вас на плечах, кого вы вынуждены были тащить на себе. Этих людей мы не нашли. Я тогда предъявил депутатское удостоверение. Все это не было никакой ошибкой. Просто пытались меня задержать. Только явление какого-то подполковника это все дело остановило. Не будут ни в коем случае обеспечивать неприкосновенность депутата. Если бы было честно и ругаться в Государственной Думе, они бы приняли закон о статусе запроса депутата Государственной Думы. Нет, они этого делать не будут. Они бы изменили внутреннюю процедуру. Они бы объявили депутата субъектом. Они какие-то там не прописаны в законе комитеты, фракции. Это было бы главным. Главное действующее лицо – это народный представитель. Это депутат народный представитель. Но таковым он не является, потому что он ничего не может. Он ни своим запросом не может ничего сделать, ни свою законодательную инициативу хотя бы обсудить. Не то, чтобы эта инициатива была принята. Просто любые попытки индивидуальной инициативы в Государственной Думе пресечены. То есть, таким образом, даже если представить себе, что мы выбираем Государственную Думу законно, а этого нет. То есть, те органы, которые выбираются, они абсолютно беззаконны. Сами обстоятельства, в которых присутствует депутат в Государственной Думе, не позволяют ему работать. Вообще не позволяют. Поэтому, когда вы тащитесь на выборы и думаете, что вы, может быть, по какой-то случайности проведете в Государственную Думу честного человека, то вы фактически создаете этому честному человеку место погребения всех его инициатив. То есть, это такая могила для него, где он положит несколько лет своей жизни, проклянет все. Я так вот, можно сказать, и положил несколько лет своей жизни, за что мне продолжают мстить уже в течение двух таких сроков тех, кто сидит в Кремле. Все время мне присылают такие черные метки. Вот я слишком был активен, вот я чего-то там добился, я слишком много правды сказал о них. А почему я много правды сказал? Ну, я погрузился в эту их правду по поясам. Мне сказали, знаешь, ты должен не просто по пояс, должен по горло еще внутрь этой жижи принять. Вот тогда и улыбаться еще, и славить вышестоящее начальство. Тогда ты наш, тогда ты наш. Вот, и только ни слова правды не говори. Вот я погрузился в этом деле, перепачкался, отряхнулся и рассказал, что это вот за мерзость, в которой находятся так называемые народные представители. Хотя народными представителями они, в принципе, по действующему законодательству, по тому избирательному закону, который принят, быть не могут в принципе, потому что в основе всего лежит Конституция, Конституция растоптана, и от нее, можно сказать, ничего не осталось. Мы не так уж ее уважаем, эту Конституцию. Она не была принята, она не была принята на референдуме в 93-м году, не хватило голосов. Но объявили, что она принята. И, ну, вроде бы, те, кто объявили, должны следовать этой Конституции. Да ни в коем случае. Они вообще не могут системно работать над какой-то проблемой. У них одна только проблема – это набивать карман. Это кажется, что это слишком примитивно, что там все-таки люди какие-то более сложные, у них более сложные интересы. Нет, нет. Там все прочие интересы просто облетают, как осенняя листва. Остается только вот главный, ключевой интерес – это обогащение. Обогащение через занятие какой-нибудь должности, или приобретение каких-то там акций, каких-то предприятий, или какие-то там сделки. Можно кусок родины продать, можно продать там сколько-то нефти. И все, что угодно, все идет на продажу. То есть отношения только вот такие. Ты мне, я тебе, и мы все вместе грабим нашу страну. Вот то, с чем живут те, кто проходят в так называемые органы государственной власти. Они все объединяются против нас. И даже если вы туда вот засылаете честного человека, то из этого ничего не выйдет. Когда была фракция Родина в Государственной Думе, ну были еще какие-то шансы, вот ну хоть что-то хотя бы оглашалось, вот то, что происходит там, вот все это безобразие, хотя бы можно было хоть что-то сказать, хоть что-то сказать с трибуны, что-то сказать в средствах массовой информации. Сейчас никаких признаков этого нет, просто не осталось никаких шансов у честного человека быть в Государственной Думе представителем народа. Поэтому с какой стати тащиться на выборы, если вашего представителя заведомо не может быть в Государственной Думе. Даже хорошо эти там партии, это все, это клеймо, ну кто голосует за эти вот парламентские так называемые партии, или те, которые не были в парламенте, та же вот Нью Родина у Родина, которая появилась к прежней Родине, уверяю, никакого отношения не имеет, или я думаю, что кроме тех партий, которые уже есть в Государственной Думе, вряд ли кто-то еще пройдет. Ну зачем им что-то менять, они же и так хорошо живут. Ну кто-то за эти партии голосует, ну это совсем уж сумасшедший человек. У вас что, нет глаз что ли? Вы не видите, что творится в стране? Результаты деятельности этих людей вы не знаете, не видите? Ну если не видите, ну тогда вам вообще, наверное, лучше жить где-нибудь в глухой тайге, потому что там не требуется наблюдать за социальными процессами, там каждый сам по себе. То есть для вас это такая игра, телевизионное шоу, телевизионное шоу, выборы, вы играете со своей жизнью, жизнью других людей, поэтому вы идете, голосуете за эти партии. Ну у здравого человека такая мысль, ну я приду на избирательный участок, проголосую, посмотрю, может там есть какой-то хороший человек, ну допустим, не принадлежащий к партиям, и я за него проголосую. Ну заодно и проголосую за какую-нибудь партию. Ну например, а вот чтобы было бы похуже Единой России, я проголосую за КПРФ, да, или там за ЛДПР. А че, он жирик, он прикольный, да, вот давай мы за него проголосуем. Но вы голосуете за одних и тех же людей. Это люди, принадлежащие к одной и той же партии, партии олигархии. Просто в ней есть разные фракции, которые играют разные роли. Вот есть спектакль Жириновского, есть спектакль Миронова со своей «Справедливой Россией», есть спектакль такой вот суперреспектабельной, «Единой России», где, ну это просто позор, каким-то образом поддерживать «Единую Россию». А она все равно захватит конституционное большинство, так называемое, конституционное большинство им нужно, потому что, ну как-то вот так вышло, что в Конституции предполагаются конституционные законы, а тут не половина, и даже надо двумя третями принимать. Поэтому нужно всегда две трети. Ну вот они разбились на несколько группировок и поддерживают то «Единая Россия» плюс «Справедливая», то «Единая Россия» плюс «Жириновский», остальным можно голосовать против. Ну и что, ну и вот да, КПРФ может все время, хоть все время голосовать против, но в последнее время уже даже КПРФ и не нужно голосовать против, можно даже уже не появляться на заседании Государственной Думы. А зачем, собственно, процедура уже отработана, смысла нет, потому что нет никакой борьбы. Это не место для дискуссий, сказал в свое время председатель Государственной Думы Борис Грызлов. Теперь он продолжает оставаться одной из ключевых фигур, вот эта тупица, который думал только о футболе, это вот, кстати, для всех любителей футбола, вот это, вот ваш кумир, это Борис Грызлов с насупленными бровями и с одной извилиной в башке, которая только вот натерта фуражкой в период его пребывания в МВД. Все, вот такие люди будут определять, что пройдет в Государственной Думе, что не пройдет, а на самом деле они просто послушно будут выполнять то, что им скажут те, кто не представляет народ, наоборот представляет врагов, врагов нашего народа. Кто эти люди? Как работает реально законодательный процесс? Реально есть лоббистские группировки, есть там политтехнологи, которые приходят к Путину и говорят, вот нам для того, чтобы вот еще оставаться у власти, надо это сделать. Есть там люди, типа Сечина, приятель по горшку, вот он придет и скажет, нам нужен такой закон. Да даже не придет, просто там, вы думаете, Путин работает над законами? Да, он субъект законодательной инициативы. Вы думаете, он работает над законами? Там есть юридическое управление. Вот туда приходит человек, типа Сечина, или даже не он сам, а приходит его посланница, говорит, надо вот закончик вот такой-то, такой-то, вот тут мы набросали, вы давайте, вот, а там между делом, может быть, за чаем, там с Путиным, два слова, а может быть и не нужно, это уже все, это уже минует, ну зачем этим вот, уже образовелым мозгам заполнять их вот каким-то вопросом, тревожить их, ну там места уже нет для того, чтобы думать над какими-то законопроектами, все это уже люди шоу, такие вот шоу бронзовых истуканов, вот они приходят для того, чтобы продолжать морочить нам головы, есть шоу на выборах, есть шоу между выборами, все это шоу к народному представительству, к пользе, к благу, вот есть еще с Аристотеля идущий, вот что такое, как бы основополагающий момент, на который должна опираться деятельность государства, это общественное благо, да никто этим не занимается, абсолютно никто, нет в нынешнем государственном аппарате людей, которые бы занимались бы вопросами общественного блага, их просто там нет, и вот эти лоббистские группировки, они иногда включают высшие руководства страны, уведомляют скорее всего, так в двух словах, они между собой там вот что-то утрясают, через правовые управления, которые созданы, вот там люди приобретают опыт, вот как с законодательством работать, но не для того, чтобы системно строить какую-то концепцию, нет, они преследуют свои интересы, эти лоббистские группировки, склоняют законодательство в свою сторону, другие в свою сторону, каждый ищет себе вот как что-то оторвать, каждый закон должен принести какую-то прибыль некой группе, или морочить нам с вами головы, вот покажут какой-то закон, он работать не будет, но вот якобы они беспокоятся о нас, там вот подняли средний, там подняли минимальную заработную плату, подняли пенсии, якобы вот это все в нашу пользу, ничего в нашу пользу, поверьте, ни одного движения, ни одного тела движения, люди оттуда не делают, никогда, никогда, вот даже если они что-то вот от себя отрывают, и вам дают, то они другой рукой, уверяю, отнимут еще больше, и просто для того, чтобы вы дураки шли на выборы, вам вот подкинут косточку, вы погрызете ее, после выборов у вас эту косточку отнимут, еще хвост оторвут, вот такой порядок, такое поведение, не народный представитель является субъектом законодательной инициативы, не Государственная Дума устроена так, чтобы работать над систематизацией законодательства, над анализом правоприменительной практики, над прогнозированием правовой ситуации, в целом ситуации, над изучением каких-то проблем, нет, никто там не работает над этим, и нет таких в государстве, уже нет таких структур, раньше были, раньше были какие-то политологические центры, социологические конторы, там что-то исследовали, какие-то, что-то пытались сообщить власти, в том числе и те, кто финансируется из государственного бюджета, что-то пытались сделать, сейчас на это все деньги перестали тратить, это не нужно, это не нужно, реальность это одно, вот то, что происходит с нами, со стороной, с народом, а интересы людей, которые стоят у власти, вот эти, они как бы у власти, они не власть, они у власти, при власти, вот, власть это совсем другое, на самом деле, власть то, что от Бога, а у них это не власть, это самозванство, это захват должностных полномочий, вот, это захват власти, противозаконный захват власти, и все эти самозванцы, вот сейчас, преследуют свои собственные интересы, и на выборах, они делают ровно то же самое, Они преследуют свой интерес. Один из элементов, составляющих преследование вот этих интересов – это морочить вам головы, чтобы вы участвовали в их делах. Выборы – это их дело, не наше. Это не дело граждан, это не дело общественных организаций. Партий никаких не существует, потому что по закону то, что называется партией, не является партией по тому, что установлено в практике других государств, в практике научной. Что такое партия? У них нет партий. Это не партия, это какие-то клубы по участию в выборах. Они просто должны участвовать в выборах. У них нет ни концепции, ни идеологии, ни законодательных инициатив. Ничего у них нет. Они просто партии. Просто вывеска. Надо иметь вывеску, зарегистрированный какой-то устав, какое-то количество членов региональных отделений. Содержательно это не партии. Не партии и не общественные организации. Поэтому все то, что устроено сейчас якобы для того, чтобы граждане могли выразить свою поддержку тем людям, которые будут защищать их интересы, все это фальшивка. Но участие в поддержке этой системы беспрерывной фальсификации политической системы, государственной системы, общественных отношений, экономики – это тоже преступление. Человек, когда сам против себя совершает преступление, он на самом деле еще наносит ущерб всем окружающим, своим родным, близким, друзьям и так далее. Но в данном случае участие в выборах – это прямое посягательство на будущее всего народа. То есть будущие поколения ставятся под удар участием в этих фальшивых процедурах, которые не дают возможности народному представителю работать в государственных органах, не дают возможность что-либо обсуждать, вход в средства массовой информации закрыт для тех, кто идет вразрез с мнением начальства. Таким образом, если вы хотите что-то сделать доброе, разумное, доброе, вечное, вам надо превратиться в раба этой власти. Пойти на поклон, делать беспрерывные подлости, совершать преступления. И может быть, среди потока преступлений вы что-нибудь тайно введете в практику жизни позитивное. Это очень наивное представление, что можно так законспирироваться, превратиться в Штирлица, который что-то доброе сделает. Если аналогию со Штирлицем приводить, то вас заставят уничтожить миллион человек, чтобы спасти десять. Вот такая цена разумного, доброго, вечного, которую якобы можно в этих государственных органах провести в жизнь. Поэтому, заключая, скажу, что участие в выборах, участие в этом бесовском спектакле – это преступление. Это преступление. Вы соучаствуете в деятельности преступников. Организованная преступная группа в составе человека, которого называют президентом Российской Федерации, человек, которого называют премьер-министром, люди, которых называют членами правительства, люди, которых называют депутатами, люди, которых называют парламентариями, люди, которых называют журналистами. Вот это все и есть преступная группировка, которая окучивает нашу страну для того, чтобы плоды были принесены не стране, а им самим. То есть это делянка, которую они возделывают. Мировая олигархия предоставила им эту делянку. Они эту делянку еще должны охранять от разных посягательств, потому что если они не такие крутые пацаны, то придут другие, и они будут окучивать. Ну вот коммунисты оказались не такими крутыми пацанами, пришли другие. И вот теперь они окучивают эту делянку еще более варварскими способами, чем это делали коммунисты. Наше дело с этой властью рано или поздно расправится. Она, конечно, начнет жрать сама себя, потому что она не способна ничего понимать ни в современном мире, ни в состоянии страны, не может обеспечить никаких перспектив, поэтому они, сожрав наше будущее, начнут жрать себя. И вот когда ничего от нашего будущего и от них самих не останется, тогда, видимо, и произойдет русская национальная революция, будет установлена национальная диктатура, утверждена русская власть, и тогда придется расхлебывать вот все то безобразие, которое с нашего согласия, молчаливого или крикливого было введено в нашу жизнь и эту жизнь истребило. Вот спастись мы сможем, видимо, только тогда, когда Путин и вся его шайка, и все его пособники, которые представлены во всех без исключения партиях, провалятся полностью. Вот этого мы им и должны пожелать. Ну, а провалиться они могут реально провалиться, когда на выборы вообще никто не придет. Вот у нас Абхазия показала, как нужно это делать. Один процент пришел каких-то там людей, недоумков. Вот это будет реальным действием. Я призываю всех разумных граждан, несмотря на все эти вот глупости, которые от Юрия Чайки, генерального прокурора, идут, отказаться от участия в фальсификации выборов. Там говорят, нельзя агитировать за бойкот. Хорошо, не бойкот. Мы не должны соучаствовать в фальсификации выборов. А это означает не являться на выборы, которые заведомо фальсифицированы всем тем псевдозаконодательством, которое есть, и законоприменительной практикой. Россия и русскую власть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова